друзья ассалам алейкум вы на youtube канале алаш прайд тиви и сегодня мы хотим представить вашему вниманию анонс грядущего большого события в жизни казахстанского спорта да и не только казахстанского а наверное будет приковано внимание к этому событию всего постсоветского пространства 7 августа в алматы пройдет крупный международный турнир по смешанным боевым единоборствам алаш прайд гран-при 67 где нам будут представлены очень интересные поединки с участием спортсменов из казахстана грузии хорстана и узбекистана и мы попросили поделиться своим мнением о предстоящем событии известного журналиста эксперта по единоборствам данияра каримжана ассалам алейкум всем подписчикам и зрителям алаш прайд тиви рахмет за приглашение действительно 7 августа состоится очень большое событие в мире казахстанского мма гран-при турнир который организует компания алаш прайд один из лидеров на казахстанском рынке по смешанным единоборствам мне посчастливилось быть на полуфинальных поединках гран-при 67 который состоялся в шенкенте 27 июня я был действительно впечатлен во первых уровнем организации и самое главное уровнем бойцов которые принимали в нем участие помимо гран-при насколько вы помните там были и рейтинговые поединки приезжали команды из кыргызстана узбекистана и что я хотел бы отметить это большой рост оппозиции за последние годы ребята которые приезжают из кыргызстана и узбекистана это действительно очень высококачественные классные бойцы которые хорошо работают и стойкие хорошо борются хорошо отрабатывает в партере и вот мне пару ребят из кыргызстана очень сильно понравились на пресс-конференции перед стартом гран-при помню ребята из узбекистана также присутствовали и они рассказали о том что в узбекистане у них на государственном уровне оказывается поддержка смешанным единоборствам и я думаю что люди которые смотрят за эти виды спорта следят они заметили что какой большой качественный прогресс и скачу пошел этого вида спорта нашей соседней республики промоушену алаш прайд уже исполнилось 10 лет насколько я знаю в прошлом году планировались очень такие большие мероприятия по случаю празднования этой круглой даты но из-за этой пандемии коронавируса немножко планы сдвинулись и в этом году можно сказать что турниры которые проходят под эгидой алаш прайд они все-таки носят какой-то такой очень высокий статус на юбилейный характер вот десятилетия ваш прайд и алаш прайд действительно радует вот такими прекрасными турнирами серии гран-при 57 килограммов очень интересная весовая категория поскольку в этом весе по вообще в казахстане достаточно большое количество бойцов если даже посмотреть и если мы говорим как раз таки о весовой категории до 57 килограммов именно в казахстане собрано большое количество бойцов выступающих в этой весовой категории я думаю что руководство промоушена сделала верный шаг организовав гран-при именно в этом весе поскольку здесь много ярких молодых бойцов уже опытных если вы помните даже в этом весе валаш прайде когда-то бились и наши топчики которые сейчас выступают в других мировых промоушенах и это говорит о том что именно с этого турнира мы может быть вполне возможно увидим будущую мировую звезду будущую звезду который будет выступать в российских и иных мировых лигах что касается состава соперников это очень действительно интересный карт я вот уже предварительно видел ребят из узбекистана из крахстана и из казахстана мне бы вот сейчас не хотелось бы вот ребят которые будут представлять казахстан кого-то обделять и сказать что то он выйдет финал а вот он не выйдет да я наверно сделаю такой смелый шаг предположив что по моему мнению наверное 57 килограмм нас снова будет ожидать казахстанско-каргастанское противостояние я почему-то уверен в своих словах потому что я посмотрел на ребят которые приезжают из крахстана на последний турнир турнир алаш прайд как его ты говорил выше это действительно очень качественный и сильные по своему потенциалу ребята поэтому я предположу что выход одного из бойцов крахстана финал и выход одного из бойцов представляющего казахстана также финальную часть я думаю что это будет дико интересное мега крутое противостояние которое вызовет очень большой интерес и что самое интересное и привлекательное в этой истории это то что гран-при где принимают участие крахстанские спортсмены смотрят не только на территории казахстана фанаты казахстанские но и смотрят соседней республики очень большое внимание я посмотрел как работают наши даже интернет паблики в соседней республике они также активно об этом пишут освещают желают удачи своим бойцам и его даже предстоящий бой норматов против бордоса лжабая вызывает в соседней стране огромнейший интерес что касается предстоящего финала грамм-при свой категория 66 килограммов то это будет сверх интересная битва между бойцами из казахстана бордоса мужа боя и представляющим кразастан алибеком норматовым я посмотрел обоих бойцов как раз таки на гран-при в шенкенте на полуфинальной стадии каждый из этих ребят провели по три поединка с учетом выхода финальную стадию я хочу отметить что это будет битва двух равных по классу по уровню соперников очень много задают вопросов потому кого вы считаете фаворитом этом поединке мне кажется если сказать честно шансы здесь 50 на 50 все будет зависеть от того в какой форме оба бойца подойдут бакдос уже бы мне понравился своим характером я помню как у него так не просто складывался первый поединок и он буквально на характере вытащил во втором поединке провел очень яркий зрелищный бой и заслужил свое место финале кстати до старта гран-при мы сидели в гостинице в лобби в шенкенте обсуждали фаворитов и сошлись на мнение что именно бакдос один из фаворитов победу в этом турнире в гран-при что касается его соперника из кыргызстана то он вообще продемонстрировал очень высокий уровень были такие великолепные победы прямо на классе да я бы сказал он очень хорошо доминировал над соперниками и я думаю что это будет очень очень серьезный опасный соперник для бакдоса ну конечно поскольку мы живем мы представляем казахстан душой и сердцем буду болеть за бакдоса переживать за него но опять же понимаю что в рам во время подготовки к финалу гран-при я думаю тренерский штаб бакдоса должен будет учитывать очень многие нюансы тонкости во-первых работа в партере это грэплинг работу со стойки поскольку его соперник очень хорошо стойки работает я думаю что обязательно нужно посмотреть в записи вот эти поединки которые соперники войска за сан из кыргызстана провел в шимкенте и выделить для себя какие-то болевые точки слабые моменты где можно будет его ловить возможно на контратаках возможно борцовской техники я в любом случае жду очень яркой зрелищной битвы я думаю что этот поединок наверное по моим предположением должен стать одним из лучших боев 2021 года если мы сейчас говорим о всех турнирах проводимых на территории казахстана очень интересно во первых противостояние опять же бауржана против бойца из узбекистана тем более они подходят к этому поединку с рекордом в 1-0 у каждого по одной победе профессиональной карьере вот именно для вот этих двух бойцов предстоящий турнир и предстоящих поединок может стать на самом деле поворотом в карьере поскольку один из них после боя сделать свой рекорд уже 2-0 и от этого можно будет уже отталкиваться в своем в развитии своей профессиональной карьеры конечно тяжело да терпеть поражение на самом старте своей карьеры и выкарабкиваться из вот этого рейтинга да и я думаю что для бауржана это большой опыт тем более когда ты дерешься не соперником из казахстана соперником из узбекистана практически ты о нем у тебя мало информации не так много возможно где-то из таких закрытых источников от ребят которые где-то когда-то были в узбекистане на сборах могут тебе подсказать что-то да там кто-то видел его где-то на турнире может сказать как он работает какой манере как он борется как он дерется стойки ударник ли он либо может быть он борец и в основные решения бауржан уже будет принимать в клетке по ходу поединка и я думаю здесь как раз таки можно еще оценить бойцовский интеллект спортсмена и то как он будет принимать решения по ходу поединка во первых я рад возвращению спорт рад возвращению в октагон замзагуль и очень долго не было видно в какой-то период времени она действительно по моим ощущениям была очень звездной спортсменкой с таким хорошим статусом с хорошей динамично развивающейся карьерой если посмотреть топовые мировые промоушены то вы увидите что они очень активно развивает именно женские смешанные наборства на мой взгляд замзагуль она может она как бы и так стала таким ориентиром для многих девушек которые сейчас приходит приходят в эти виды спорта и она наверное является таким мотиватором неким ориентиром для того чтобы молодые девчата приходящие в этот вид спорта поверили себя посмотрели на историю успеха замзагуль и знаете мне вот кажется что в скором времени вот мы радуемся успехом до попадания юси и жил раз уже могулова шавката сергея морозова мне кажется что в скором времени будет как раз таки большой подъем именно женщин женщин в смешанных единоборствах и вполне вероятно что кто-то из наших девушек уже будет выступать в сильнейшей лиги мира возможно это будет не сама замзагуль но кто-то из тех молодых девочек которые сейчас начинают свою профессиональную карьеру если посмотреть и даже бойцовские тренировочные залы то раньше вы помните там преобладала мужская аудитория сейчас мы уже часто видим что по пять по шесть девочек активно тренируются с ребятами выполняют практически очень большой объем работы ежедневно совершают там тяжелую тренировочную работу бегают кроссы на модель у нашим булак активно подтягивает грэплинг поэтому чисто такой фанатской точки зрения для меня возвращение ее в октагон это очень интересное интригующее событие я хотел бы просто посмотреть в какой она сейчас находится в форме да это будет очень интересная битва тем более максат из платов по моей информации сейчас очень проводит хорошую подготовку насколько я знаю тренируется составе команды дартим про где собраны очень такой качественно первых тренерский состав качественный подбор исполнителей и бойцов и у них же всегда такая текучка то есть бойцы готовятся к одному турниру другому турниру то и я знаю я разговаривал с ребятами которые тренируются в одном зале с из палаты мне говорят что максат набирает просто очень невероятную форму поэтому давайте я так смею предположить что на мой взгляд максат в этом поединке одержит победу я почему-то в этом уверен и на мой взгляд может быть с небольшим перевесом ну я бы хотел бы поставить его фаворитом этого противостояния в карде также есть очень интересные имена голымжан канаев достаточно известный парень которую я помню по выступлениям по боям очень крепкий зрелищный боец с большим опытом очень неуступчивый это действительно сложный соперник для любого бойца вот ярослав шукатаев да вот тоже в карте будет представлен очень интересный самобытный боец один из тех файтеров за которым я думаю стоит следить если мне не изменяет память в прошлом году по моему у него был бой на турнире в одном из промоушенов казахстанских и тогда потерпел такое несправедливое поражение на мой взгляд он тот бой выиграл но судьи посчитали неправильно по вседимости отдали победу сопернику и занесли в его рекорд обидное поражение мне он тогда очень сильно понравился своими морально-волевыми качествами бойцовскими качествами он я насколько знаю из его окружения после того обидно поражения сделал определенные выводы ну то есть морально не сломился на мой взгляд интересно будет выступление конечно серик от ликеева один из таких тоже интересных бойцов молодой плеяды я думаю что серик должен в этом поединке одержать победу почему потому что этот турнир для многих молодых бойцов может стать очень знакомым и поворотный момент в карьере почему это говорю потому что самого основания турнира аллаш прайд когда начались первые поединки если вот так копнуть в историю огромнейшее количество бойцов прошло через этот промоушен который сейчас является но топами до в казахстанском я думаю что эти ребята которые выступят 7 августа и выступали 27 июня в шимкенте они должны понимать такой исторической оценкой что через пару лет они могут оказаться на месте тех ребят которые сейчас являются топчиками поэтому им нужно сейчас просто вкалывать пахать меньше развлекаться меньше сидеть в социальных сетях уделять внимание тренировочному процессу потому что вообще в принципе в любом городе казахстана мы насколько знаю большинство бойцов живут и тренируются в алматы есть хорошие условия для тренировок здесь есть хорошие залы по работе с грепплингом да по бразильскому джиу-джитсу по вольной борьбе есть великолепные специалисты есть ребята которые могут поставить хорошую ударную школу да там это боксеры это же и кикбоксеры поэтому здесь само проживание в алматы она предполагает о том что у тебя может быть такое многообразие выбора вот давайте это уже вспомним у артема резникова который когда-то сам выступал на лош-прайде и мы знаем что выступая в лиге сей президента лош-прайда данина аркоскарау всегда вместе летает с артемом резниковым поддерживает его то есть это не больше даже как наверное друзья соратники и даньяк аскаров как такой старший брат ментор до для резникова дает тоже такую дух до морально боевой настрой и так вот мне просто нравится подход артема резникова тренировочному процессу в свольниками он тренируется отдельно он ездит составе национальной сборной команды казахстана на их учебно-тренировочные сборы которые проходят под алматой он тренируется с профессионалами с мастерами спорта с мастерами спорта международного класса с ребятами которые являются призерами чемпионтов мира чемпионами азии то есть он повышает свой уровень не с теми ребятами с которыми он на одной волне на одном уровне на одной волне а с теми кто выше класса и он также сам растет тренировки по боксу он ездит к ребятам профессионалом он тренируется он проводит спарринги И по грэплингу он сам принимает участие в различных турнирах коммерческих по грэплингу. Более того, он их выигрывает. Он борется с настоящими ребятами, профессионалами грэплинга. Не теми, кто пришел из других видов спорта и стал грэпплером, а теми, кто начинал изначально свою карьеру в грэплинге и является просто большими мастерами в этом виде спорта. И многим молодым ребятам я, честно сказать, наверное, посоветовал бы перенимать вот этот опыт. Тогда, совмещая, делая вот этот микс, работая с лучшими, в каждом виде спорта, я думаю, боец индивидуально просто будет расти. И учитывая, что он будет еще проводить поединки, я думаю, через 5-6 боев эти ребята смогут достигнуть очень-очень высокого уровня. Во всем бойцам, которые будут принимать участие в предстоящем турнире 7 августа, участникам Гран-при в двух весовых категориях, я хотел бы пожелать удачи, успехов, хорошего тренировочного процесса. Главное, чтобы все ребята подошли к поединку без травм. Карта фар, карт очень интересная и хотелось бы всех ребят увидеть в деле. Каждому индивидуально я желаю удачи, успеха. Занимайтесь спортом, продвигайте смешанные единоборства. Сейчас это самый динамично развивающийся спорт в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова